Спасибо. Итак, мы поговорим о студенческих работах, о проверке их в системе антиплагиатов. О чем пойдет речь? Сначала мы с вами кратко поговорим о проблеме копипейс в российском образовании, что это такое и насколько она сейчас серьезно стоит перед нами. Я расскажу вам о нормативном регулировании проверок на заимствование, о требованиях к оригинальности работ, поговорим с вами, и о том, как трактовать результаты проверки заимствования или цитаты вы видите перед собой. Результатом сегодняшнего вебинара будет для вас алгоритм экспертной оценки учебных работ. Покажу вам, как система антиплагиатов помогает визуализировать технические обходы, о том, с вами поговорим, насколько допустимо самоцитирование в выпускных квалификационных работах, о том, как правильно оценивать правомерность заимствований. У них будет такой небольшой мастер-класс. Я буду показывать реальные работы и как их проверяют. Также расскажу вам, как система антиплагиат помогает выявить библиографию, общепотребительные выражения и перефразирование. Вебинар рассчитан где-то на час. В конце я отвечу на ваши вопросы. Вопросы можно задавать на вкладочке «Вопросы». Если что-то со звуком, с картинкой, пожалуйста, напишите в чат, все ли хорошо видно, все ли хорошо слышно. Плюсики, если хорошо видно и слышно. Я хочу посмотреть, насколько у нас хорошо все со связью. Звук и чат. Смотрю. Плюсики. Плюсики есть. Если я так думаю, что кто писал у кого-то плохой звук, значит, это локальная проблема. Постарайтесь обновить, может быть, страничку, как там это у вас предусмотрено. Ну что ж, начинаем. Говорим с вами о проблеме Copy-Paste. Эта проблема получила название по, как вы понимаете, названию клавиш «Копировать-вставить» на компьютерной клавиатуре. Очень легко это сделать. И проводились вот такие исследования. Я расскажу о результатах их в США, в Китае, в Российской Федерации. В разные годы проводились исследования отношения студентов к клавиату. Вы видите процент студентов, долю студентов, которым приходилось использовать в своей работе, копировать, перефразировать чужие тексты без указания ссылок. Как мы видим, ситуация не слишком упишительная. В Российской Федерации составляет 61% таких студентов и запрошенных, которые перефразировали, копировали в свою работу фрагменты из чужих текстов и не указывали никакую ссылку, сновку, не ставили цитирование. Несомненно, такая проблема существует, стоит перед нами очень остро и необходимо что-то с этим делать. Поэтому нормативные акты существуют, которые предписывают проверять выпускные квалификационные работы на заимствование. Что это за акты? Мы знаем, что существуют два приказа Минобранауки 636, который касается ВКР бакалавров и магистрантов, и 227 приказ, касающийся работ аспирантов, подъемников и так далее. И, как правило, существует в ВУЗе свой локальный акт. Почему? Потому что в этих приказах довольно мало конкретики. Указывается, что работы нужно проверять, а как это делать, какие требования предъявлять к работам, этого там нет, никакого процента там не устанавливается. И поэтому организации ВУЗы создают у себя локальные акты организации. Положение, регламент, название вот примерно такое, где и прописывается сама процедура проверки выпускных коллекционных работ, если курсовые, то курсовых, то есть всех учебных работ, все прописывается специально в созданном локальном акте каждой организации. Также там указывается ответственность обучающихся и преподавателей, и какие требования к оригинальности той или иной работы предоставляются, предпринимаются. И вот сейчас у меня такой вопрос к вам, коллеги. Напишите, пожалуйста, в чате, если брать ВКР бакалавра. Если у вас в организации есть проценты, определенные требования, такой он, какие проценты нужно достичь в работе бакалавра, чтобы ее привели к защите. Напишите, пожалуйста, в чате. Я смотрю. Обычно это очень разные проценты. Если у вас есть, напишите. 60 процентов оригинальности вижу, 70, 75, не менее 70. В одном УЗе 75, в другом 70. Спасибо большое, коллеги. Да, как мы видим, довольно большой разброс. И, естественно, это нормально. В каком-то УЗе более строгие требования, в каком-то чуть-чуть поменьше. И это хорошо. То есть к разным работам нужно предъявлять разные требования. Совершенно верно. В зависимости от типа работы, в зависимости от ее сложности и цели. Но, к сожалению, нам очень часто жалуются так и авторы работ, так и сами проверяющие эксперты, что единственным практическим требованием, главным требованием является вот то самое достижение пресловутого процента оригинальности. Вот этих 70, 75, 60 процентов. А на все остальное, что называется, даже и не смотрят. Вы знаете, вот вырисовывается вот такая ассоциация, как если бы мы оценивали игру оркестра по одному только параметру. Насколько громко они играют. Достигли 80 дБ, молодцы, отлично играют. И достигли, значит, плохая работа. И вот здесь та же самая ассоциация. Насколько глубоко проработана была тема, насколько студент подошел к ней творчески, с глубиной. То есть здесь ничего не спрашивается, кроме процента оригинальности. К сожалению, это очень распространенная, очень частая ошибка. И мы призываем всех вас понимать, что процент оригинальности текста не должен быть единственным критерием при проверке. Согласитесь, можно написать 100% оригинальную ЧУКУ. А вот если только по проценту оригинальности ориентироваться, то вот так и работы должны быть приняты к защите. Мы считаем, что главное требование к оригинальности это отсутствие неправомерных заимствований. То есть вот тех самых, про которые студенты разных стран говорили, что да, мы вставляли в свою работу чужие тексты и не делали ни ссылки, ни сновки. Ни кавычек не ставили. Вот это вот главное требование, чтобы такого в работе не было. И сейчас давайте поговорим о том, как система антиплагиат помогает преподавателям и как результаты проверки трактовать, что вы увидели в системе. Система антиплагиат показывает вот такой результат. Мы видим, что здесь она показывает проценты оригинальности, заимствования, цитирования, самоцитирования. Мы об этом параметре нового в системе антиплагиат поговорим чуть подробнее попозже. Обязательно. На этой же страничке можно найти и открыть полный отчет, краткий отчет, историю отчетов, если несколько раз работа одна и та же перепроверялась. Здесь же можно распечатать полный краткий отчет, выгрузить в PDF полный краткий отчет и справку с QR-кодом или же создать ссылку. Если вам не нужно давать логин, пароль, не хотите давать логин, пароль, но хотите, чтобы студент, например, посмотрел полный отчет, по своей работе, вы формируете, создаете ссылку вот именно здесь. Не в строке браузера, где адресная строка копируете, а именно вот на этом месте. Также здесь видны свойства документа, об этом тоже поговорим попозже. О параметрах можно увидеть информацию о текстовых метриках и статистику по документу. Как долго он загружался, сколько знаков содержит и так далее. И вот в текстовых метриках мне очень нравится параметр, такой как связность текста. То есть иногда в погоне за оригинальностью студенты прогоняют свою работу через всякие полезные, так сказать, сервисы, и получается оригинально, но полная чепуха. И вот связность текста в текстовых метриках очень многое может подсказать. Идем с вами далее. Какая терминология используется в полном отчете? У нас есть понятие такое, как источник, как текстовое пересечение. Источник, откуда взято заимствование, то есть это документ, проиндексированный, находящийся в индексе системы антиплагиат и содержащийся в модуле поиска, по которому ведется проверка. Список всех источников у вас открывает, когда вы открываете полный отчет. Текстовое пересечение. Хочу тоже сразу же сказать, вопреки своему названию, система антиплагиат не ищет плагиат. Плагиат – это понятие из-за диспруденции. Только суд может доказать, что в работе то или иное есть плагиат. Компания антиплагиат помогает найти текстовые пересечения. Текстовые пересечения – это фрагменты, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника. То есть можно взять целиком, как есть, можно перефразировать, и вот такие вот фрагменты как раз текстовые пересечения и помогает найти наша система. Как выглядят результаты проверки? В системе указывается, что в работе найден такой-то, такой-то процент заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальности. Что подразумевается в нашей системе под этими параметрами? В заимствовании найден аналогичный или очень похожий фрагмент текста, и при этом он не был оформлен как цитата, нет кавычек. В самоцитировании вы видите новый параметр, который у нас появился недавно. И это фрагменты совпадающие, тоже почти совпадающие, с текстом источника, автором или сто автором которого является автор читаемого, проверяемого нами документа. К цитированию система антиплодиат относит цитаты дословные, заключенные в кавычки, или же если текст совпадает с коллекцией гаран, а дилет, если это Казахстан, то есть это нормативно-пробовые акты, либо общеупотребительные выражения системы тоже относят к цитированию, и библиографические списки. Сейчас система антиплодиат помечает тоже зеленым цветом. Вы видите, вот эти параметры различаются также и по цветовой характеристике. И оригинальный текст, если никаких совпадений не найдено. Этот черный текст на белом фоне остается. В сумме заимствования, цитирования, самоцитирования оригинальных дают 100%. Это соответствует всему тексту, проверяемого вами документа. Сейчас несколько важных моментов про цитату. Вот, например, этот фрагмент целиком был заимствован из какой-то, предположим, ну, готовой работы, да, банк рефератов, банк работы. И внутри этого фрагмента заимствованного есть цитата, красивая, правильно оформленная цитата. Ранее система антиплодиат все выделяла как заимствование. Ну и правда, да, все заимствовано. Сейчас немножечко изменили приоритеты при подсчете. И даже если такая ситуация будет, фрагмент целиком заимствован, но цитата есть цитата, выходит в приоритете. То есть цитату система антиплодиат будет подсвечивать в любом случае зеленым цветом. Это вот один нюанс из недавнего. Но опять же хочется сказать, что решение всегда за экспертом. Потому что результаты, полученные в системе антиплодиат, носят предварительный характер. Это очень важно понимать, потому что окончательное решение всегда остается за человеком, за экспертом. Система не может, но и не должна заменять человека. Нас иногда спрашивают, а что, так можно было? Можно было изменять какие-то там типы источника с заимствованием цитирования? Да, да, еще раз да. Именно поэтому мы проводим такие вебинары, на которых прокачиваем знания экспертов, проверяющих работы в системе антиплодиат. Зачем нужно проверять, оценивать выпускные инфляционные работы, курсовые работы и так далее, что все, что у вас в вузе проверяется. Чтобы оценить цель экспертной оценки, определить степень самостоятельности при написании выпускной работы, квалификационной работы, курсовой работы и выяснить правомерность и корректность заимствования, насколько грамотно специалист потрудился при использовании цитат, заимствования которых он взял из каких-то других работ. И инструментом, помощником для эксперта является полный отчет. Об этом сейчас как раз и поговорим. Как оценивать оригинальность учебной работы, как нам помогает полный отчет. Алгоритм. Алгоритм, предлагаемый, достаточно прост. Нам нужно, во-первых, убедиться в отсутствии попыток обхода системы. Затем оценить правомерность и корректность заимствования по крупным источникам. И при необходимости отредактировать полный отчет. Мы очень рекомендуем не акцентироваться на вот тех маленьких вкраплениях, фрагментах, которые помечены красненьким. Одно-два слова. Такое бывает, но не цепляйтесь к этому. Смотрите на крупные фрагменты, пожалуйста. Это важно. И затем в конце принять решение о необходимости доработки, учебной работы или же уже рекомендовать ее в защите. Мы остановимся поподробнее на каждом из этапов. Сейчас давайте поговорим о том, что нужно, во-первых, убедиться в отсутствии попыток обхода системы. Коллеги, подскажите, пожалуйста, если вы уже проверяете, напишите в чате, встречались ли вам попытки обходов и какие это были попытки обмануть систему антиплагиат, повысить техническими какими-то способами уникальность, оригинальность работы. Напишите, пожалуйста, в чате, что это было, какие способы вам уже приходилось видеть, как студенты пытаются обмануть систему антиплагиат, если такое было. Смотрю в тексте. Оформление текста в таблицах вижу, Алена Игоревна пишет. Так, вставить нечитаемые символы Мария пишет. Замены буквы О на нолики. Допустим, встречались. Вставка символов, английская раскладка клавиатуры. Буквы меняются на латинские русские, совпадающие по написанию. Да. Вижу, Надежда Павловна пишет. Хорошо, коллеги. Да, действительно, нечитаемые символы. Вставка символов, потом закрашивание их в цвет фона. Такое, да, встречается. Спасибо большое. И вот как система антиплагиат помогает находить такие документы? Если система антиплагиат распознала вот такие попытки технических обходов, она помечает, во-первых, в кабинете пользователя-эксперта такую работу красненьким, таким розовым, наверное, даже фоном. И вот здесь получается, значок появляется, треугольник с выклицательным знаком. Это называется «Внимание, подозрительный документ». И когда документ содержит признаки, типичные для искусства возвышения процентов, появляется вот такой значочек. Поэтому, конечно же, нужно отнестись повнимательнее к оценке данного документа. Однако хочу тоже предупредить, что появление такого значка не в 100% случаев свидетельствует о попытке обмана. Иногда бывают ложные срабатывания, как вы понимаете, что система не может заменить мозг человека. И какие были ложные срабатывания? Например, была работа по ботанике. Там очень много латинских названий растений. Но вы же читаете, вы же понимаете эту работу, что это не попытка обхода. И тогда такой значок можно снять. Это уже подробности, о которых мы разговариваем на других вебинарах. И в любом случае, если такой значок появился, нужно отнестись к работе повнимательнее и изучить внимательно, тщательно, полный отчет. Если вам хочется изучить эту тему более глубоко, здесь есть ссылка. Вы получите презентацию, вы можете скачать презентацию, наверное, некоторые из вас уже это сделали. Она кликабельная. И сейчас я в чат тоже скину запись с ссылочкой на просмотр вебинара, который называется «Новые возможности системы антиплагиат для эффективной работы». Там подробнее рассказывается о том, как система ловит вот такие подобные обходы. Что система, как предупреждает система наших экспертов, ваших экспертов тоже, о том, что в работе возможно применены технические обходы. Вот вы видите, вверху появляется красная такая яркая «Не пропустишь» плашечка. Внимание, документ содержит попытки обхода. Подробнее. При нажатии на кнопочку «Подробнее» мы переходим вот в такой отчет. Страница «Подозрительный документ». И вот сейчас, если посмотреть, как будто бы ничего страшного нет, просто система зачем-то начала выделять пробелы между словами. Еще здесь же хочу вам скинуть ссылочку в чат на статью от того же автора, который ведет вебинар про технические обходы. «Кто не спрятался, я не виноват» называется эта статья о том, как система антиплагиат ищет обходы. И вот сейчас поподробнее, что происходит в таких случаях, если нашла система антиплагиат обход. Это вот один из. Фрагмент дипломной работы студентки КАА. Я не буду ее зачитывать. Нормальный текст, научный или наукообразный, в общем, как вы хотите. И ничего здесь не видно в распечатанном виде, просто в форматированном виде. Но даже с помощью ВАРДа некоторые преподаватели находят подобные обходы. Если в ВАРДе снять все форматирование, то вот во что превращается фрагмент дипломной работы студентки КАА. КАА – это даже тоже не оригинал, фамилия, начало. И вот эти слова между словами текста вставлены. Конечно, ВАРД не подсвечивает красным, да? Это мы уже сами раскрасили. Но просто мы таким образом понимаем, что здесь были применены технические обходы. Что делать с такой работой, где были применены технические обходы? Конечно же, решается на уровне вуза, на уровне организации. Ну вот, например, хочется вам напомнить тоже, что в Российской Федерации существует закон об образовании в Российской Федерации, где есть такие слова. Статья 43 – обязанность и ответственность обучающихся. Что за неисполнение или нарушение устава организации, правил распорядка, правил проживания и иных локальных формативных актов. То есть, это речь как раз о том самом регламенте, о проверках работ на заимствование. Могут быть к обучающимся применены меры дисциплинарного взыскания, замечания, выговоры, отчисления и так далее. То есть, если в регламенте у вас прописано, то нельзя предпринимать технические обходы. Вот, посмотрите. Это примеры локальных фагментов из локальных актов вуза. Вы видите их логотипы. И вот что здесь написано. Пункт 3.3. Автор работы несет полную ответственность за ее содержание и обязан не производить в работе изменения, направленные на вход алгоритмов проверки системы антиплагиат. Оригинал нужно будет посмотреть по ссылочке, когда вы получите презентацию, скачаете. И вот еще один вуз. На логотипе здесь покрупнее написано, что-то я не смогла прочитать. Это высшая школа экономики. Вот такой фрагмент здесь есть в локальном вузе. В случае выявления несоответствия загруженного в систему студентам файла ВКР, доставленному им на защиту текста ВКР, студенту применяется дисциплинарное взыскание за нарушение академических норм в установленном порядке. То есть, в ЛМС загружается одна работа, дается другая работа. То есть, это тоже недопустимо. В одной из этих работ приняны технические обходы. Поэтому в высшей школе экономики предусмотрена ответственность. И мы тоже со своей стороны хотим вам сказать, что очень важно, что в локальном вузе необходимо предусмотреть эту дисциплинарную ответственность за нарушение, за искусственное завышение процента оригинальности. И при этом все обучающиеся должны быть проинформированы от своей ответственности. То есть, если не знают, то сложно требовать. Говорится, незнание закона не освобождает от исполнения, однако это немножечко будет нечестно. Обучающиеся также должны быть проинформированы о своей ответственности. Идем далее. Если мы убедились, что работа не содержит никаких попыток обхода, мы смотрим на заимствование, на правомерность и корректность заимствования по крупным источникам. Обычно они в самом верху и находятся в отчете. И при необходимости у эксперта есть возможность, есть права отредактировать полный отчет. Как это происходит? Вот так выглядит полный отчет. Как я уже говорила, система подсвечивает разными типами цвета заимствования, цитирования, самоцитирования. С правой стороны все источники, сверху все проценты, которые были найдены, все показатели в этой работе. Как оценивается правомерность обнаруженных заимствований? На что стоит обращать внимание экспертам? Во-первых, надо посмотреть, насколько связан источник работы с автором. Возможно, это самоцитирование. И далее. Если заимствование обозначено кавычками, предословно цитирование, тоже замечательно. А если цитирование не обозначено кавычками, то такая работа должна быть доработана. Есть ли ссылка с носка на источник в работе? Упомянут ли этот источник в списке литературы? Насколько велика степень переработки текста? Вот на это нужно обращать внимание. В какой части обнаружено заимствование вы введение или в заключении в результативной части? Когда была написана работа? Иногда такое бывает, что вот почему-то вы проверяете работу, написанную год назад. А источник, который показывает систему антиплагиат заимствования, появился только буквально месяц назад. Тогда такой источник, естественно, принимать внимание не стоит. У меня к вам еще один вопрос. Если у вас в работе, ну, предположим, выпускная работа, ВКР, магистра, пускай будет, обнаружено самоцитирование, что вы в таких случаях делаете? Вот, например, он, магистра, взял из своей дипломной работы предыдущего уровня какой-то фрагмент. Что вы делаете в таком случае? Напишите, пожалуйста, в чате. Я смотрю, то есть вот студент использовал повторно, не просто снотку на себя поставил, да, а использовал повторно свой собственный текст. В магистерской диссертации использовал работы своей предыдущего курса. Что бывает? Что вы делаете в таком случае? Есть ли какие-то у нас ответы сейчас? Смотрю в чат. Пока нет, не вижу. Вот. Недопустимо, Полина Алексеевна, необходимо исправить, то есть в своей диссертации магистерской, если используется самоцитирование, то вы говорите, нужно исправить. Кто-нибудь еще, коллеги, что делается в таком случае у вас? Напишите, пожалуйста. Так. Похоже, нет, никто с таким не встречался, да? Ну, давайте тогда я скажу. На наш взгляд, все-таки вот такой пример, который я привела, вполне допустим. Мы еще раз скажу, что самоцитирование, под самоцитированием, так, Татьяна, ссылается на свою опубликованную, неопубликованную работу, на свою статью о публикованном журнале. Поговорим об этом. Вот сейчас мы говорим о ВКР, потому что это в основном то, что проверяется в ВУЗах. И если ВКР бакалавра содержит фрагменты его же курсовой работы, если диссертация магистра содержит фрагменты его же ВКР бакалавра, или студент участвовал в научной конференции по своей теме ВКР и использовал текст из этой научной конференции в своей ВКР, или же у студента есть научные публикации по теме своей выпускной работы. Это абсолютно нормальное использование самоцитирования. Единственное, что это тоже нужно правильно указать, поставить ссылку, сноску. То есть самоцитирование оформляется ровно так же, как цитирование. Если это дословное цитирование, кавычки, если это перефразирование, то сноска обязательно должна быть. Хочу вам рекомендовать ссылочку, сейчас тоже скину в чат, статью моих коллег, которая называется «По лезвию брифы, как самоцитирование не превратить в самоплодиат». Вот скидываю ее и вернусь к вопросу Татьяны. Татьяны ссылаются на свои публикованные, публикованные работают. Попрос мой был просто ВКР более высокого уровня, используется фрагмент текста из более низкого уровня работы. Это нормально. По поводу, если это идет речь о научных статьях, опубликованных в журналах, то о редакции есть свои требования. Она может их выставлять, и там в том числе может быть ограничение на использование самоцитирования. Там может быть ограничение и в процентном соотношении, сколько самоцитирование допустимо. И самоцитирование должно быть оправдано целями цитирования, самоцитирования. И еще журналы могут устанавливать сроки, так сказать, давности использования своих собственных статей. Нельзя, например, позже, чем три года назад опубликованные работы использовать. То есть нужно только свеженькие. Такое бывает. Так, вот еще вопрос. Если работа, на которую ссылается, не была опубликована, в списке источников описывается как неопубликованный источник. Смотрите, если работа не опубликована, то она не будет у нас в индексе, поэтому мы ее не найдем. Если она где-то выложена в интернете, то да, найдем. Но если она опубликована, то да, она будет оцифрована, она будет находиться в нашем индексе. Если она не опубликована, если она нигде в интернете не выложена, то мы ее не найдем. Идем с вами далее. Как с ним можно работать? У нас есть два варианта. Возможно автоматический пересчет, если вы указываете автора документа. И возможно ручное редактирование тип источника эксперт может сменить заимствование на самоцитирование. Об этом сейчас расскажу подробнее. Как мы уже видели, на страничке результатов вы видите оригинальность процентов, заимствование, цитирование. И есть параметры самоцитирования, но сейчас при загрузке только работы в систему антиплогиата, первичной проверки, этот процент не считается. То есть при загрузке будет всегда 0. Но мы можем повлиять на этот процент, если введем автора документа и сделаем сохранить изменения, произойдет пересчет. Если система найдется на цитирование, то в этом параметре тогда будет цифра отличная от 0. И авторов можно добавлять до 10, потому что вы знаете, что иногда статьи пишутся в соавторстве. Как это делается, покажу чуть позже. Да, система нас предупреждает о том, что изменение фамилии автора, повлеченный собой, пересчет. Мы говорим «Да», соглашаемся изменить, пересчитать. Система нас предупреждает о том, что свойства документа изменены и выдает процент. Хочу также обратить ваше внимание, что на момент запуска этого функционала сейчас используется только одна коллекция. Коллекция делайвы, научные статьи, как вы понимаете. То есть самое главное – планы и другие коллекции подключать к поиску самоцитирования. Но пока вот так. Мы обязательно расскажем о том, что произошли дополнительные подключения. Если вы уже являетесь нашим клиентом, там у нас есть такой колокольчик, где обозначаются все наши новшества. То есть под этим колокольчиком все новости нужно будет искать. Сейчас идет расчет только по библиотеке ЕЛАПЕ. Наскранятся научные статьи. Далее. Если в работе используются названия вуза, библиографии, названия организаций обыновленных власти, готовые методики, выдержки из нормативных актов, научная терминология, общепринятые фразы, речевые обороты, такие слова нужно относить к техническим заимствованиям. То есть они используются в каждой работе, и нужно понимать, что технические заимствования всегда правомерны. Без них не обойтись. И даже если система антиплогиад пометила название вашего вуза красненьким, это не значит, что студент украл это название у кого-то. Для системы, да, это дубляж, это идет текстовое пересечение с другими работами. Но большинство названий, вот тех моментов, которые указаны на этой странице, система антиплогиад уже относит к цитированию, то есть помечает зелененьким цветом. Еще раз скажу, что приоритет при проверке за экспертом, за человеком. На систему антиплогиад не надо молиться и считать ее истинной в последней инстанции. Ваш приоритет – вы эксперт. Система антиплогиад создана вам в помощь, но не как замена. Также хочется сказать о такой функции, как индекс одобренного документа. Уже спокойно сам администратор системы антиплогиад в вашей компании, в вашем вузе, может сформировать набор документов, совпадения с которыми будут сразу же оцениваться как цитирование. То есть это что может быть? Это консертизированные методики, шаблоны, опросные листы, анкеты, которые постоянно используются в вашем вузе, буквально в каждой работе. Чтобы их не помечала система антиплогиад красным цветом как заимствование, вы формируете у себя в организации индекс одобренных документов с помощью администратора, корневого администратора в системе антиплогиад в вашем вузе и система упрощает таким образом вам проверку письменных работ, где такие кагменты используются, такие заимствования. Также в системе антиплогиад есть такой модуль поиска общеупотребительных выражений. Раньше система антиплогиад могла покрасить фразы наименования гундах, органов власти, речевые обороты, названия органов судебной власти и нормативных актов красненьким. Сейчас все это красится зеленым цветом как цитирование. Общеупотребительные выражения. Вот здесь мы используем модуль общепринятых выражений, общепотребительных. И система сразу же помечает их зелененьким цветом. Вот при этом следует поближе-поближе подчеркнуть, что и название Конституционного суда. Все система покрашивает зеленым. Вот такие фразы, как «если иное не установлено по диральным законам», «право собственности на недвижимое имущество», «следовательно, можно сделать вывод о том, что…» То есть вот эти фразы система антиплагиат сейчас помечает не красным, а зеленым как цитирование. То есть это текстовые пересечения, но они нормальные. Далее. Так, идем далее. Модуль выделения библиографических записей, которые существуют в системе антиплагиат, позволяет выделить в проверяемом документе список литературы. Независимо от стандарта и оформления языка, он тоже помечается весь целиком от начала до конца зеленым цветом. Про это поговорим поподробнее. Библиографический список может довольно много места занимать в работе, соответственно, влиять на процент оригинальности. И если у вас в ГУЗе все-таки процент оригинальности считается там очень важным показателем, то список литературы эксперт имеет право просто отключить именно этот фрагмент. Тогда система будет считать его оригинальным текстом. Как это делается, покажу во время демонстрации роликов вот этого мастер-класса. Вот это выглядит будет таким образом. Мы кликаем мышкой на сам текст списка литературы, появляется кнопочка «Отключить». Мы ее нажимаем, и система все подкрашивает серым цветом и считает это как оригинальный текст. То есть процент цитирований уменьшается, процент оригинальности увеличивается. Как это я уже сказала, будет показано на ролике, во время демонстрации ролика. И вот сейчас у меня тоже вопрос. Скажите, пожалуйста, коллеги, отвечалось ли вам такое, что в работе студента целиком весь список литературы был заимствован откуда-то из одного источника. Кто-то писал худо-бедно, а список литературы взял и скопировал из чужой работы. Да нет, плюсики и минусики, пожалуйста, поставьте в чате. Пока вы ставите, я листаю свою презентацию мышкой на листах. Так, плюсики были. Да, встречал минусики тоже, но, к сожалению, плюсиков, плюсиков, ага, кусками из нескольких встречалось, да. Да, особенно заочники этим страдают, вижу, Надежда Павловна пишет. Совершенно верно. Такое тоже, к сожалению, не редкость, что работу написали, а источники список литературы живет, как говорится, своей жизнью. Я расскажу, как это проверить, тоже, то есть не заимствованный фрагмент весь список литературы из чужой работы во время демонстрации роликов. Также хочется вам рассказать о том, что существующий в системе антиплагиат модуль поиска перефразированных заимствований помогает находить заимствования, которые получены путем изменения структуры предложений, словокон, призами на окончание, перестановка слов в разные места. Иногда студенты используют автоматические какие-то сайты с синемайзерами, перефразированиями. И вот получается примерно то, что на картинке кефир пила 20 минут назад, молоко топор, ракет вперед. И если только ориентироваться на процент оригинальности, можно вот нечто подобное вполне пропустить. Процент оригинальности высочайший, все прекрасно, а в тексте вот такие вот первые. Поэтому мы всегда говорим, что очень важно проверять, смотреть, анализировать полный отчет. И вот сейчас как работает модуль поиска перефразированных заимствований. Вот смотрите, мы взяли фрагмент из Википедии, который посвящен плагиату, и просто его перефразировали. Получился вот такой вот текст. Там обязательный признак плагиата превратился в необходимый атрибут присвоения авторства, присваивание авторства, неправомерное использование в незаконное применение. Но он понимает, как это все работает. На самом деле неважно, синонимайзеры использовались или вручную, так сказать, головой своей студент работал. В большинстве случаев система антиплагиат находит такие фрагменты. Хочется вам также порекомендовать прочитать статью. Сами понимаете, даже по названию «Трое в лодке. Нищета и собаки» она такая шуточная. Но от генерального директора системы антиплагиат, компании антиплагиат Юрия Чеховича, будет тоже полезно посмотреть, почитать. И юмор, конечно же, тоже спасет мир вместе с красотой. И система антиплагиат находит вот такие перефразирования. Конечно же, некоторые тексты можно перефразировать так, что даже автор их не узнает. Если таковое не произошло, а использовались синонимайзеры и ленивый студент какие-то фразы просто и начал, то система антиплагиат помедит эти фрагменты как заимствование с помощью модуля поиска перефразированных заимствований. И вот этот значок говорит о том, что сейчас я буду демонстрировать ролики. Их у меня два. Первый ролик на 9 минут аж. Поэтому приготовьтесь, пожалуйста, сейчас смотреть внимательно. Можно что-то даже записывать. Вдох-выдох сделайте. Я буду комментировать то, что происходит на экране. Надеюсь, все у нас получится. Итак, ролик. Это у нас готовая работа, полный отчет, реальная работа, ВКР. Мы видим здесь текстовый вид. Мы видим здесь исходный вид. Только в корпоративных версиях есть такая возможность. Исходный вид это с графиками, с таблицами, как работа была бы распечатана, если. И здесь мы видим окошечко пейджинга. Можно листать страницы. Вот, например, мы перетиснули. И посмотрите, видим на страничке фрагменты заимствования, помеченные красным цветом. Фрагменты цитирования, в данном случае общий пейджинга выражения зеленым. С правой стороны список всех источников. И в окошечке пейджинга можно написать определенную страницу, которую вам надо. Мы переходим на страничку 10. И видим довольно большой фрагмент заимствования из одного источника. Источник у нас указан номер 3. Давайте посмотрим, что это за источник. С правой стороны написано. Текст диссертации называется. И если мы нажмем на название этого источника, мы перейдем в отчет по этому третьему источнику. И видим, что достаточно много фрагментов заимствовано именно из него. Мы можем его проанализировать. Кроме этого отчета по источнику, с левой стороны мы видим список всех остальных источников заимствования. При необходимости мы можем перейти в любой из них, проанализировать его. И вот если мы сравним отчет по источнику, текст по источнику 3 и текст студенческой работы, которую мы видели, мы поймем, что студент использовал перефразирование как инструмент косвенного цитирования. А косвенное цитирование, в кавычки, как мы знаем, не ставится. И да, у нас здесь работает модуль перефразирования. Все в порядке, все правильно. Диссертация была перефразирована, найдена. Но мы видим, что студент честно поставил в кобочках сноску на 21 источник. И вот давайте сравним, какие источники у нас, какие у студента. Переходим по гиперссылке на страничку, которую источник нам предлагает. Это работа диссертационной Леоновой Елены Васильевны. Давайте запомним эту фамилию. Перейдем в 21 источник. Посмотрим, что это такое, список литературы. Открываем. 21 Леонова Елена Васильевна. Видим, то есть все студент правильно, грамотно указал. Поэтому мы имеем право этот источник с заимствования заменить как цитирование. То есть вот тип источника мы можем сменить на цитирование. Однако давайте вернемся в начало и все фрагменты из этого источника проверим, не только один. Вот мы помечаем галочкой только этот источник, оставляем только его, пересчет по нему. И кнопочками предыдущие, следующие, заимствования перемещаемся. Смотрим, какие еще фрагменты и как студенты их оформят. Сноска есть, сноска есть, следующий, следующий, сноска, сноска, сноска. То есть все нормально, студент оформил, поэтому мы имеем право поменить как цитирование. Возвращаем все галочки, возвращаем и превращаем тип источника в цитирование. И делаем пересчет. Вы видите, что система все пометила уже зеленым цветом, и процент заимствования будет снижен, а процент цитирования будет увеличен. Вот, вы видите, да, эти параметры изменились. Однако, наверное, вы тоже заметили, что у нас фрагмент только из одного источника заимствования, третьего. А у студента сноски то на 44-й, то на 21-й, то на 24-й. Можно предположить, что он просто скопировал эти сноски из текста диссертации, в которой они были. Но здесь, как уже в зависимости от того, насколько строго проверяют у вас работы в ВУЗе, кто-то скажет преподавателям это было недопустимо, кто-то скажет, молодец, поработал с источниками. Сейчас следующий момент. Нас всегда спрашивают, а почему у некоторых источников написано 0 в ВАИ? Это что, значит, система неправильно работает, глючит, что ли? Согласитесь, некоторые тексты могут быть размещены на самых разных сайтах, и система их может найти в нескольких местах. Вот мы видим здесь модуль «Интернет». Переходим на 9-й источник по ссылочке и видим ровно ту же работу Леонова и Елены Васильев. Если мы посмотрим на название, внимательно прочитаем 10-го источника, то же самое. Этот текст находится в коллекции РГБ, а этот текст находится в интернете, то есть кто-то добрый выложил диссертацию в интернет. И мы в третьем источнике видим полный дубляж 3-го, 9-го, 10-го источников. Поэтому, если такое происходит, то система антиплагиат учитывает только один из дублирующихся источников. То есть все корректно. Это никакая не ошибка, не проблема. В этой же работе сейчас, очень такая богатая работа на примеры оказалась, хочу показать вам, как работает параметр самоцитирования. Вот это тоже обещала сделать, да? Сначала 0 показывается. При загрузке в работе в систему показывается только 0. Как мы можем повлиять, как мы можем пересчитать этот процент? Как я уже говорила, нужно внести автора документа, изменить свойства, и тогда самоцитирование будет пересчитано. Редактировать свойства. Вносим автора, фамилию, имя, отчество, можно инициалы, как уже говорил, до 10 человек, можно сюда вписывать. Сохранить изменения. Ну, можно изменить тип документа. Вот это ВКР. Сохраняем. Нас предупреждает система, что изменится процент, будет пересчет, то есть введен. Мы говорим «Окей», изменить, пересчитать. Вот. И система нас предупреждает, что изменены свойства документов, и мы видим, что самоцитирование процент изменился. Он здесь небольшой, но тем не менее. Давайте посмотрим, что это за самоцитирование было использовано. Перемещаемся в следующих самоцитирования. Видим желтеньким подсвеченный источник. Это 7. Переходим по ссылке в него. Попадаем на сайт E-Library. То есть, оказывается, у нашего студента, студентки вернее, есть статья на этом ресурсе. Молодец студентка уже печатает научные статьи в E-Library. Прекрасно. Система это обнаружила и пересчитала процент. Если вы работаете через связку преподаватель-студент, то имя студента уже сразу же будет зашито в строке автор. Но, опять же, самоцитирование сначала будет ноль. Но можно будет менять вид цитирования, самоцитирования, цитирования вручную. Это я тоже покажу. А сейчас хочу на этой же работе показать вариант работы со списком литературы. Обещала, да? Вы видите, что список использованных источников довольно большой. Вот фрагмент. И на этой, и на следующий. Практически 10 страниц в этой работе он занимает. С 90, там по 100, там какую-то, 102, по-моему, да? И вы видите, что довольно большой процент, почти 8% использовано на этот список литературы. И он, конечно, влияет на процент оригинальности. Но это же не оригинальный текст, да? Это использованные кем-то уже названия. Всегда бывает такое. Как понять, целиком ли этот был список литературы заимствован из чужой работы или нет? Алгоритм очень простой. Можно запоминать, можно записывать. Мы всего лишь навсего снимаем все галочки. А, так, снимаем галочку с этого источника. Делаем пересчет. Делаем пересчет. И мы видим такую очень нормальную, простую картину. Такие-то источники помечены красным, то есть они использовали в других работах, зеленые тоже. А белые, это значит оригинальный текст. И вот эта картина говорит о том, что это нормально. Мы сняли источник библиографических записей и посчитали. Вот если бы весь текст был обозначен красным цветом и еще из какого-нибудь одного источника, то тогда к такой работе нужно было очень внимательно отнестись. А здесь все в порядке. Возвращаемся к галочке. Кликаем мышкой на сам текст. Появляется кнопочка «Отключить». Нажимаем ее. Система считает весь фрагмент для список литературы оригинальным текстом. Мы видим, что процент цитирования уменьшился, процент оригинальности резко увеличился. Вот так можно работать со списком литературы. Ровно так же можно поступать, если это необходимо, подтянуть процент оригинальности с методиками стандартизированными, анкетами, вопросными листами. То есть то, что у вас используется в ВУЗе постоянно. Вот так можно работать. Первый ролик закончился. Сейчас я сразу же перехожу ко второму. Второй ролик покороче. Можно немножко передохнуть. Там всего 4 минуты. 9 мы уже посмотрели. Так, вижу, Валентина Владимировна говорит, здорово, спасибо, мне приятно. И я сразу же второй ролик включаю. Слушаем второй ролик. Здесь такой микс, сборник получается, работ. Первая работа на французском языке. Тоже реальная работа студенческая. И мы смотрим, что заимствований довольно много, а цитирую оригинальности довольно маленький процент. И разбираемся, в чем дело. Студент хороший, так, так, почему такое произошло. Плистаем, где у нас заимствование. Кнопочка исследующая. Перемещаемся. Система нас перепрыгивает, перепрыгивает. Показ. И вот вы видите, на этой странице довольно много фрагментов из одного источника. Источник номер 2. Давайте посмотрим, что это за источник. Мы видим название. Диплом Городниченко. 11 мая 2017. Вот это работа 2019 мы проверяем, а это 2017 год. А фамилия студента проверяемого? Городниченко. И мы видим, что это ВКР бакалавра, данная в 2017 году, а в 2019 году он дает уже магистрскую диссертацию. Мы понимаем, что при проверке были загружены два варианта. Видите, даже 11 мая и 19 мая 2017 года. Два раза аж проиндексировали. Мы это не рекомендуем делать, непроверенные работы индексировать. Там уже и итог, видите, Городниченко, и был предварительный вариант. Мы имеем право поменять тип заимствования на цитирование. Изменить тип заимствования на самоцитирование. Видите, система подсветила их желтеньким. Процент заимствования резко снизился. Процент самоцитирования вырос. Однако оригинальность по-прежнему мала. И если все-таки у вас необходимо достичь какого-то определенного процента, то эти источники можно просто отключить и пересчитать. И вы видите, что система, конечно же, уже показала, что оригинальность гораздо выше. Это нормальная ситуация использования самоцитирования. Следующая работа уже в АКР по математике. И мы здесь видим в таблице очень много красненьким помечено. Я уже сделала пересчет по одному только источнику номер 2, по-моему. И листаем кнопочками следующий, следующий этот источник. Видим фрагменты. Давайте посмотрим, что же это такое. Откуда взяты эти фрагменты. Переходим по гиперссылке, попадаем на сайт по астрономии. Мы листаем его и видим, что здесь та самая таблица с теми же космическими миссиями, только более нарядно оформленная. Как вы понимаете, у студента этого нет картинок. И как бы мы поймали студента на горяченьках. Однако мы смотрим перед таблицей, которую он поставил в свою работу, есть сноска, скобочка 16, то есть он все правильно оформил, а таблицы-то в кавычке не ставятся, естественно. И мы можем изменить тип созаимствования на цитирование. Если есть сноска, мы это делаем. И вот следующая, третья работа, диплом по туризму. Если предыдущие все работы были с положительными примерами, здесь, к сожалению, иной вариант. Вот мы листаем эту работу, видим очень много фрагментов заимствований, красные пропишутся целыми страницами, и ни одной ссылки, ни одной сноски мы здесь не видим. Но кто-то скажет, ладно, введение, ничего, можно пережить. Давайте пойдем в заключение, в выводы. Смотрим, ровно та же картина. Много заимствований, ни одной кавычки, ни одной цитаты, сноски, вернее, нет. И, например, с 19-го источника очень много заимствований. Давайте перейдем, что это такое за 19-й источник. Открылся сайт готовых работ. То есть здесь можно спокойно скачать готовую работу, вставить в свою и посчитать, что система антиплогиата это не найдет. Иногда кому-то везет, кому-то нет. Вы видите, что 71% заимствований, 20% оригинальности, но дело даже не в проценте. Дело в том, что эти заимствования никак не были оформлены. Нет сносов, нет цитирования, в кавычках. Значит, такая работа к защите просто не должна быть допущена. Это наше глубокое убеждение. Ролики закончились. Я возвращаюсь в презентацию. Я вижу, что здесь есть вопросы, довольно крупный вопрос. Не знаю я, смогу ли я сейчас его целиком весь прочитать, осознать и ответить. Студент пришел, 20% работы у нас в жизни. Сейчас я читаю. Сроки сжимают. У кого единую главу, страху на защиту. Прочитала. Жазира. Я не могу сейчас вам советовать, потому что это полностью как прописано в вашем регламенте. Студенты могут приносить одну главу, одно предложение, одну страницу. Если у вас это разрешено, вы делаете. Если это у вас не разрешено, вы не делаете. Система антиплагиат проверяет все, что в нее загрузишь. Если у вас есть какие-то вопросы именно по работе с системой антиплагиат, то да, это к нам. Если у вас есть вопросы по возможности, невозможности поступать так, как вы пишете, это вопросы к комиссии, которая принимала ваш регламент, в ваше положение по проверке документов в вашем ВУЗе, но не к системе антиплагиат, к сожалению. Потом еще бывает такой вопрос, проверили предварительный черновик, например, работы, а потом что будет, будет ли процент оригинальности у этой работы снижаться, если мы уже один раз проверили. Смотрите, если вы не загрузили работу в индекс, то ничего не случится. Процент оригинальности не упадет. А если вы еще не сданную, еще не проверенную работу загружаете уже зачем-то в индекс, то затем при повторной загрузке она покажет стопроцентное заимствование из самой себя, ну там 90% заимствование, если были внесены какие-то изменения. То есть загружать в индекс, индексировать нужно только защищенные проверенные работы. Это кнопочка внутри системы антиплагиат, загрузить в индекс. Но сейчас мы не сможем с вами полностью всю систему антиплагиат, да, разобрать, как вы понимаете. Мы идем далее. Итак, вот мы с вами оценили правомерность и корректность заимствования, полученных по крупным источникам. Напомню, какие у нас есть три варианта. У эксперта он может отключить правомерно использованные источники, изменить тип из легитимных источников заимствования на самоцитирование или цитирование, или же отключить отдельные блоки. То есть источники это у нас справа список, а блоки заимствования это текст, как вот мы делали список литературы отключить. То есть три варианта редактирования полного отчета есть у каждого эксперта. И третий шаг – это принять решение о необходимости либо доработки, либо рекомендовать работу защиты. Так, вы видите, мы уже на 50-м слайде. Из 57 скоро будем завершать. Подводить итоги. Еще не все, но вот итоги уже можно подвести. Надеюсь, мне удалось донести до вас нашу главную мысль, что абсолютно недостаточно просто формально пропустить работу через антиплагиат и только на этом основании делать выводы, годится, не годится. Тут ВКР, любая курсовая, любая работа, докладка, статья. То есть это абсолютно недопустимо. Только на основании одного процента принимать решение о том, что годится работа или не годится. Конечно, необходимо сформулировать четко требования к оригинальности в регламенте ВУЗа, регламентировать саму процедуру проверки и принятия решений, то есть какие права имеет преподаватель, эксперт, проверяющий работу, что он может делать, что он не может делать. И затем, ну это все можно сделать, да, разработать свои или использовать предложенные нами методики экспертной оценки, оригинальности работ, пожалуйста, можете приходить на следующие наши тоже вебинары. Я сейчас тоже скину вам ссылочку на методологию использования системы антиплагиат. Такой бонус, вот следующая страничка, мы разработали методические рекомендации, можно на их основании сделать собственные методические разработки. И, конечно же, я тоже хочу пригласить вас на наш канал YouTube подписываться, ссылочка вот здесь, сейчас я тоже скину, участвовать в наших следующих вебинарах, подписываться на нашу страничку в YouTube. Сейчас я скину все три ссылки на расписание на канал и на нашу страницу в Facebook в чат. Вот, пожалуйста, переходите, сохраняйте ссылочки. Если вы еще не являетесь нашим клиентом, но хочется попробовать, вы можете запросить тестовый доступ, но это я еще разочек хочу напомнить, только для юридических лиц. Тестовый доступ в системе антиплагиат. Вы заполняете некую анкету, вот я сейчас скинула ссылку, и вы можете получить тестовый доступ на какое-то время к полным возможностям системы антиплагиат. Так, сейчас мы будем переходить к вашим вопросам, но еще разочек посмотрите, пожалуйста, в чат. У нас на Facebook есть пост, как раз посвященный именно этому вебинару. Я прошу вас перейти по вот этой ссылочке и написать на этой странице, на Facebook, на нашей страничке, отзыв о вебинаре, насколько было интересно, полезно. И если какие-то вопросы у вас еще остались, вы можете там написать тоже вопросы. Иногда хорошая мысля приходит опосля, знаете, да, такую поговорку старинную русскую. И вот теперь я оставляю наши контакты. Если вы хотите купить систему антиплагиат, вот это Mail, если техническая поддержка вам нужна, вы уже являетесь нашим клиентом, это Mail Support. Методологическая поддержка – это мы с коллегой Сольдой Беленькой, методолог-антиплагиат. Ну и вот такие вот телефоны. Сейчас я перехожу на страничку «Ой, вопросы». Вкладочка «Вопросы» пустая. Я помню, что какие-то были вопросики в тексте, в чате, но я, наверное, их уже не найду. Сейчас листаю. Если у вас вопросы остались, напишите, пожалуйста, в вкладочку «Вопросы». Так, вы знаете, я не вижу. Я не вижу, кроме вот про новичок. Жазира спрашивала. Все, плюсики. Вот все-таки «Вопросы» – это отдельная вкладочка, это очень удобно. И у нас тоже на вебинарах используется отдельная вкладочка «Вопросы». Так, какой-то, по-моему, вопрос есть. Сколько раз можно проверять одну и ту же работу? Вот это я увидела вопрос Полины Алексеевны. Знаете, сколько денег хватит? На самом деле, вы понимаете, если вы преподаватель, проверять работу студента из раз, два, три, десять, чтобы он ее тюнинговал и тюнинговал, ну, это не совсем правильно, как вы понимаете, да? С точки зрения системы антиплагиат, сколько раз вы проверяете работу, это не важно. Важно понять, зачем вы это делаете. Так, спасибо, спасибо. Вопросов. А, ну, все, то же самое, да, Полина Алексеевна, была в том же самый вопрос. Итак, коллеги, время уже семь минут, немножечко перехлестнули, да, разрешенное время. Я тогда с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. Приходите на наши следующие вебинары. Ссылочка в чате была на наше расписание новых вебинаров. Вижу, вы благодарите. Спасибо, мне очень приятно. Всего доброго. Надеюсь, что вы увидели. Субтитры сделал DimaTorzok